Ти-ли-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли. Давай сегодня поговорим о состояниях сознания человека. Вот наука, когда будет говорить о состояниях сознания, если взять медицину, то это вообще человек в сознании или он лежит отключенный. То есть, если тело не померло, оно без сознания. Если оно живо и способно осознавать себя, значит, оно в сознании. Все, вот это состояние включен-выключен. Это в медицине, оно понятно. Если вообще взять формулировку состояния сознания, то формулировки нету. А есть формулировки измененных состояний сознания и высших измененных состояний сознания. Причем, если высших, еще хоть что-то понятно в формулировке, то формулировка измененных вообще полностью трындец – это набор слов. Можно посмотреть в Википедию, там бред. И что такое вообще измененные? Что такое вообще состояние сознания? То есть ведь сознание у нас бывает разное, на самом деле. Состояние алкоголика, наркомана, здорового человека, психически больного человека. Это ведь все разное состояние сознания. При этом тело включено. То есть выкол в кло, понятно. А вот этот вот в кло бывает разным. В кло бывает, да, в кло. Включено бывает разное. О чем это? Вот о чем бы ты говорила, если бы говорила о состоянии сознания человека? На слова я не знаю, как положить это. Вот если бы говорить состояние. Я помню, как проснувшись прозвучало. Но я, понимаешь, состояние сознания, на самом деле, вот как, смотри, ну, образно, скажу, да, первый класс, второй класс, третий класс, четвертый класс. То есть степень вовлеченности в игру, грубо говоря. Если человек вовлечен в игру, вот он весь в космосе, то мы и говорим, он улетевший. Это состояние сознания? Конечно, тоже состояние сознания. На какого уровня измененного? Ну, конечно, он же улетевший, да? А в то же самое время, человек, который служит и присмыкается перед другими людьми, и он вынес себя, и весь в услужении находится. Это тоже состояние сознания, раба? Состояние сознания. Ну, это степень вовлеченности в игру. Хорошо, точно так же человек, который во власти, например, находится. Это тоже состояние сознания. Но чем вовлеченность раба отличается от вовлеченности господина? А ничем. Это примерно один и тот же уровень состояния сознания. Только дальше наполнение эмоциональное и силовое разное. А с точки зрения сознания уровень развития будет один и тот же, потому что это качели. Но на самом деле про развитие мы сможем говорить только в том случае, когда состояние сознания, мы смотрим по степени углубления в свою игру. Именно, наверное, вот именно и ключевое, скорее, в свою игру, то есть в своем направлении. В своем. В своем, конечно. В свою психику. В своем. Ну, то есть человек идет в себя. И первое, куда он попадает, когда он идет в себя, это в свои личностные структуры. Вот когда он уже попал в свои личностные структуры, это тоже состояние сознания, когда человек осознает работу своему ума, своего эго и так далее. Не отбивается от них, типа, надо ум заткнуть или эго куда-то засунуть, да? Как это принято в буддизме, там, в других религиях. Нет. А он это уже осознает. Это уже определенный уровень развития. Это уже не в минус идет, в распыление, а это уже идет в плюс. В уплотнение сознания. А если дальше пойти за личностью, что у нас находится? За личностью мы вылетим на структуры, которые отвечают. Первый уровень, наш первый слой. Отвечают за природу, за погоду, за декорации. Это следующее расширение. Человек допускает мысль, что его мысль проявляется той или иной погодой, природой. А это же только за личность мы зашли. А еще дальше, если мы пойдем в состояние сознания, мы вылетим в разные ритуальные штуки, в магию, в религию и так далее. Точно так же определенное расширение. И он понимает, что вся религия, вся магия, все в нем находится. А еще, если дальше пойдем, мы вылетим во власть, в сатану, в осознании себя Богом и сатаной одновременно. Это еще один уровень. Но это, грубо говоря, на каждом уровне сотни оттенков этих состояний или тысяч. И, по сути дела, ты управляешь точкой сборки своего восприятия, реальности. Пока ты не осознаешь, что ты ее создаешь. Это все про это? Знаешь, да. Знаешь, скорее все-таки, если описывать состояние сознания, то это состояние, это твои шаги, но при этом это твой момент здесь и сейчас. В шагах, в действиях. В действиях, в движении в себя. Да. Только в себя. Потому что если ты двигаешься наружу... Если ты от себя, то... То ты распыляешься, если у тебя нет. Ну да, тут о состоянии сознания говорить не стоит, потому что это однозначно потеря сознания. Смотри, потеря сознания, ты лишаешься тела. Но ведь ты точно так же лишаешься тела, когда ты уходишь во внешнее служение, ты отказываешься от себя, и ты лишаешься своей психики, ты отказываешься от своего внутреннего мира. Вот тебе размазывание религиозного тока. Да. Ну, в эти темы хорошо бы было погрузиться. Вот мы сейчас прошли, да? И кратко. А ведь особенно самое интересное начинается, самое вкусное начинается с момента, когда, во всяком случае сейчас для нас, когда ты уже осознал мир мертвых, возможности, моменты построения белка, моменты построения ДНК, моменты записи информационной. При этом, да, не с научной точки зрения, что очень важно и ключевое. А из себя. А из себя. Это, на самом деле, это огромная разница. Да. И это невероятно. И все через призму себя, через призму своих, своего восприятия. А восприятие у всех людей разное. Поэтому нету там хорошо или плохо, правильно или неправильно. Правильно. Ты воспринимаешь так, значит, хорошо. Вопрос, как ты свое восприятие адаптируешь к материи, которую ты воспроизводишь здесь и сейчас, в своей реальности. Да, ты знаешь, буквально сегодня вот ехала к тебе, что-то так накрыло волной. Вот ты сейчас говоришь, и я вспомнила, видишь. Накрыло волной. Я просто еду, смотрю на людей. Там проезжала по дворам. Люди абсолютно все разные. Есть, которые видно, что они со статусом. Есть, которые любители выпить. Есть те, кто вообще там в мусорках копается. Вот. И вдруг я в какой-то ездил. Ну, я так сказала словами. А это... И вдруг я понимаю, что в любом, абсолютно в любом человеке, в любом есть счастье. Только человек это счастье не умеет в себе включать. Вот образно это так. Если включает счастье в любом... Ну, не знаю, как назвать. На любом уровне, на котором человек находится. Он, если включает счастье, он просто... Для него тот мир, в котором он живет, в нем светит солнышко. Ему хорошо. И самое главное, ключевое. Да, он может продолжать жить в таком же, там, пить или что там еще. Но у него внутри счастье, у него внутри жизнь. Самое главное, что у него исчезает его злость, агрессия. Вот это я вдруг внезапно почувствовала. Удивительно, но именно как покрывалом почувствовала прямо это счастье в любом, вот прям в любом абсолютной человеке. Вот. И... И в этом есть какая-то еще суть, которую я... Которую я... Вот как словила, но на слова положить мне сложно. Хотя сложно, это слово сложью. В этом ключ есть какой-то. Потому что, когда ты осознаешь, что все, абсолютно все и все это ты, образно это одно тело, да? Вот все, что мы видим, включая нас и людей, это все одно тело. то это тело, оно мгновенно становится другим. Когда включаются точечки счастья в каждом. На своем месте. Это, наверное, больше похоже, как на... Вот хочется сказать, мгновенное исцеление, да? Очень хочется сказать, но это не об этом даже. Это включение сознания в каждой точке твоего тела. Это включение возможности мгновенного исцеления. Это включение просыпания. Это как луч света входит вот утром. Это другое тело. Это вот другое тело, которое прошито как будто другим дыханием. Если вот положить на образ тела, то, наверное, знаешь, что как в каждой точке включается, включается, наверное, чувство сказать. Можно. То есть, каждая клеточка оживает. Продокс. Ну да. Ну что-то вот из этого. Но при этом она остается на своем месте. Ну, видишь, интересно, что на самом деле счастье и агрессия у человека очень сильно связаны. то есть вот сейчас игра идет от агрессии до счастья. Грубо говоря, до благодарности даже, не до счастья. Вот это игровой диапазон сейчас вот на этой карте, где мы играем. А следующий игровой диапазон начнется от благодарности и состояния счастья и дальше. А дальше этот диапазон не описан. Не описан. И состояние сознания там не описано. Потому что люди не приходили к этому расширению. А если мы берем вот эти матрешечки, как мы их схлопываем, вот первый ярус сейчас схлопнули. Сейчас вот будет второй блок. Второй блок схлопнем. А ведь это у участников, у всех тут же восприятие меняется. Они смотрят на жизнь и они не задают вот этих дебильных вопросов из недостаточности, из злости, из зависти, из жадности. Они уже смотрят сразу счастье и благодарность. И у них, соответственно, другие возможности в жизни появляются. Это другая жизнь, другое тело, другое здоровье, другое восприятие, другие отношения. Все другое, вообще другое. Это раз и переключилось. Но вот этот раз на переключение, он получается все равно в психике это будет раз и по синусу эти. И все равно будет так. День, ночь. Но без замены тела. Потому что если бы это шло естественным, длинным путем развития, то это не одна жизнь. Это жизнь, смерть, жизнь, смерть, жизнь, смерть. Пока человек всю лестницу не отыграет, а тут получается возможность перепрыгнуть. Осознанно. Сейчас вообще уникальное время. Сейчас люди предстают перед собой. Мы живем вообще в невероятное время. Перед собой. И причем в жизни пред собой встают. Да. Вот что ключевое. Мы такое время выбрали, конечно, невероятное. Предстают перед собой в жизни. Можно видеть абсолютно все варианты, абсолютно все возможности и себя разного. И видеть наглядно. Это не в сказках. Это ты можешь полететь и посмотреть. Вот племя Момба-Ёмба. Вот там такая-то цивилизация. Вот у этих сейчас пять тысяч такой-то год. исходя из их мусульманского летоисчисления или чего-то еще. И пожалуйста. Вот здесь нищета, здесь роскошь, здесь капитализм, здесь социализм. Выбирай, что хочешь. Выбирай, что хочешь. У тебя любые возможности. Да, да, да. Вот, пожалуйста. Только двигайся. Хоть туда, хоть туда, хоть туда, хоть туда. Двигай, двигайся. Выбирай. У тебя все перед носом. Абсолютно. Тебе не надо ничего придумывать. Уже все есть. Уже все есть. Причем настолько мир разный, что достаточно просто пропутешествовать, это одно дело. Казалось бы, ну я приеду, и там у всех там будет там Афганистан или Пакистан одинаково выглядеть. Ну нифига. Даже тот же самый Ирак. У меня воспоминания детские, когда мне отец рассказывал про Ирак, какой он был. И потом, какие я видела в фильмах, рассказывали, какой был Ирак. Совсем разные вещи. Точно так же, как посмотреть сейчас. Кто-то Беларусь или Россию видит в одном ключе, кто-то совсем в другом ключе. Каждый смотрит на нее своими глазами, а глаза у всех разные. У всех разные, да. Кто-то видит там грязь, кто-то видит там какое-то недовольство, кто-то видит агрессию, кто-то, кто-то. Кто-то видит счастье, любовь, здоровье и так далее. В ту же Бразилию мы приезжали, нас предупреждали. Грабят, прячьте телефоны там, все. Не ходите и так далее ночью. Мы понапрягались, а потом расслабились. А потом расслабились. А пофиг, это в вашей реальности вас грабят и так далее. У нас все хорошо. Все было хорошо. Хорошо и интересно. Да, интересно. То есть, и так в любой стране у каждого своя реальность. Человек создает то, что он создает. Но большинство людей спит и ничего не создает. Они просто идут на автомате. Но при этом, да. Но при этом благодаря им тоже благодарность. Потому что благодаря им жизнь поддерживается дальше. Она идет. Поддерживается коллективный сон. Конечно. Иллюзия коллективной реальности. И тогда действительно это коллективное хочется назвать бессознательным. То есть, здесь Юнг, введя этот термин, был в принципе прав. Определение у него, конечно, вообще гроша воеденного не стоит. А терминология вполне себе нормальная, примененная. Но все равно по состояниям сознания надо пройти в расширение. И, наверное, даже градировать. Ты знаешь, я бы даже слова ввела касательно тех состояний, того игрового диапазона, который будет идти за благодарностью. То есть, сейчас же там лексики даже нет. А будет та лексика, как назовешь. Представь, даже нет лексики там. Нет. То есть, вот просто там, что там, счастье, да? Счастье. Или радость. Эйфорийное состояние. Восторженное там состояние. То есть, смотри, вообще, на самом деле, ты ни о чем сказала. Восторженное, это ни о чем. Эйфорийное, это ни о чем. Эмоции. Вообще, да, считается, вот любовь, и за любовью ничего нет. Даже счастье как такового, оно, его нету в шкале Хокинга. Там есть любовь. Вот любовь, и потом от любви до тысячи баллов, вот по тысячебальной системе, разрыв. Нет, зерва. Люди там не живут. Радость, любовь, и все, закончилось. Приехали. Би-би. Общество стало. Вам не надо. Назад в унитаз пошли, Пошли назад в унитаз. Крышечка на банке обрезана, и все. Надо. А слов и нету. А эти слова очень хорошо. Причем, сделать их русскими, и расписать очень даже было бы неплохо. А для этого надо крышечку эту открыть. Баночки. Да сперва унитаз спустить. Ну, смыть. Смыть нахрен. А уж потом крышечку открыть. Точно. Ладно, чтобы не сговорить лишнего. А то можно еще. Ну, это же опять-таки вселенский этот Степ, да? Наше подсознание все игрушки пишет из Степы. В каждый момент Степ, Степ, Степ. Просто капец. Я знаю, что вот сейчас говорим про состояние сознания. Меня вдруг вот всплыло, прям в памяти вспомнилось. Где-то лет, наверное, восемь назад. Помнишь, я тебе еще рассказывала. Лет восемь назад. Вот, кстати, ключевое, наверное, когда, ну, ты обычно живешь тут, как бы состояния тут не ловишь никакие. Ты просто от жизни кайфуешь, там занимаешься, где-то не кайфуешь. Помнишь, я говорила, лет восемь где-то, назад я сидела на, а может даже девять, на крыльце, помнишь, я говорила, солнечная крылька, солнышко тут, солнечная крыльечка. Мы так, муж рядом, мы сидим с ним, что-то так хорошо-хорошо разговаривали, а потом замолчали. И такой на душе, такой кайф, такой вот прямо, такое спокойствие. И вдруг, в какой-то момент, я так, пух, я понимаю, что я тогда ввалилась. просто ввалилась в состояние сознания, которое, это как если вдруг я была образно в первом классе, а внезапно я всю программу десятого класса увидела, да, и причем для меня она как будто я уже была в десятом классе. Вот я это помню, состояние, когда я понимаю, я на любой вопрос знаю ответ. Вот просто. Куда не посмотрю, я знаю все абсолютно. Вот это я сейчас что-то вспомнила, и понимаешь, это вот именно ввалилось в другое, в расширение сознания. Ну, видишь, когда у тебя ранее был опыт пребывания в этих состояний, ты легко можешь туда ввалиться, даже от солнышка. Даже от солнышка. От него-то ты как раз и валишься. Да, ключ в этом, да. Состояние счастья внутри, вот это чистое состояние, чистое, когда нет у тебя крышки, когда крышка в банке вдруг внезапно исчезла. И ты так, фух, я помню это вот состояние, которое оно просто вот было. И как только, я помню, что же говорила, и как только, я понимаю вот это, да, я все, это вот как отлететь от окна и вдруг увидеть все-все-все, да. А так ты бился в окно и думал, где-то выход, где-то этот выход. А это, а потом в какой-то момент, когда я, вдруг до меня доходит, что что-то необычное со мной, да, и включился эмоциональный слой, и я тут же, и помню так, хлоп, как закрылось. Пространство и все. Ну, видишь, опыт, опыт был. Просто вот, сколько людей мы встречали, с кем мы работали, когда сознание вообще не готово воспринимать эту информацию. Вообще не готово. Ну, это, это иллюзия человека. И причем самое интересное, что очень часто люди с вообще недозрелым, мягко говоря, сознанием, для кого закрыты вот эти слои восприятия вообще, они как правило назначают себя гуру, учителями и так далее, при этом они фанатично преданы. То есть вообще вот все, что касается фанатизма, это от недоразвитости сознания. То есть вот если человек обладает какими-то фанатичными штуками, то все, можно сразу говорить о недоразвитости, о незрелости сознания, соответственно, о травматизме, который был. Фанатизм – это нет тебя. Вообще нет тебя уже. Все. Это фантик. Фанатизм. Слово фанатизм. Фантик. Фантик в чужой игре. Очевидно. Да. Ты бумажка. Ну, или как там сказать, оберточка. Конфеты нет. А когда говорим про состояние сознания, это про конфету. Там фантика может вообще не быть. Там про конфету. Ну, да. Кстати, дабы, дабы исключить наплыв фантиков в инфодайвинг. Я на ютубе сразу отфильтровываю. Я блокирую фантики. Уже подписчиков было бы куча, но я смотрю, читаю. И когда я встречаю фантики, я нажимаю кружочек перечеркнутый. Вы, ребята, ошиблись в двери. Вам конфетки упаковывать. Ищите свою конфетку. Пока не найдете, нечего здесь делать. Ну, это факт. Ну, конечно. В состоянии сознания, знаешь что, давай мы все-таки в погружение в эту тему сходим. Вот мы с тобой тогда после твоего просыпания планировали, да, после этих озарений. И мы в понедельник просто сходим. Как мы вчера удачно в зрение сходили, охрененно удачно. Кстати, я забыла закрыть. Сейчас закрою это погружение. Как мы удачно сходили в зрение, вот точно так же. Вообще, да, вчера зрение, конечно, да. И раскрылись такие темы, да, еще дальше. Хочется, мы еще поставим дальше там по зрению. Да, я катаракт уже поставила по глазам. Еще надо будет отдельно травмы глазные поставить на это еще дополнительно. Но это уже после катаракта, когда посмотрим, как оно. Ты знаешь, что мы, наверное, так с тобой, вот сейчас прямо пришло, мы так с тобой сейчас, важно мурашек. Мы с тобой так и сделаем. Мы направим поток. Слушай, аж слезы. Знаешь, такая влажность мурашечная. Четко поток. Поток направим внимание в глаза. Сейчас вот как мы уже начали. Смотри, катаракта. И смотри, я вдруг понимаю, что все, и тема пошла. Вот знаешь, как луч внимания, и пошла тема. А смотри, откуда мы заходим. С внешнего. Да. Куда мы заходим. Да. Раньше мы шли куда? В зрачок. А сейчас мы куда идем? Потому что из внешнего рисунок надо делать. Вот, знаешь, вчерашняя тема, она еще раскрывается и раскрывается. Да мурашек опять говорю, понимаешь? Да. Катаракта, потом разные заболевания. И вот я понимаю, что вот, знаешь, как этот объем и поток так сужается. И мы четко в цель. В яблочко придем. В яблочко. Глазное. Глазное. Круто вообще просто. А катаракта что делает? Закрывает зрачочек. Да, да, да. Я просто, когда смотрю вот на этот степ, который идет из-под сознания, когда ты вот так идешь, и каждый шаг тебе тум, это об этом, это об этом, это об этом. И это восприятие, ты просто офигеваешь. А вот это об этом, это об этом, это как раз таки состояние сознания. Да, да, да. И каждый раз идет озарение, 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 озарение. и мы с тобой уже для нас это нормально, когда мы видим объемно, да и мы разговариваем на объемном языке, как я очень часто я прям, для меня настолько очевидно я могу сказать там, я не знаю про микро что-то, про макро про зрение, про землю про цветок, и все одновременно а потом посмотришь на лицо своего мужа для меня это для меня это кажется, ну вот все, вот одно тут, ну вот полностью об одном и том же а люди-то на самом деле понимаешь, для них как есть, цветочек это цветочек стульчик это стульчик земля это земля а здесь, когда ты просто вот, и мы с тобой привыкли на этом языке говорить, потому что мы так видим ресурса мозга не хватает, ты сама помнишь, когда мы проходили, состояние сознания расширено помню, конечно, как у нас когда голову под кран хотелось засовывать помню, да, конечно и каждый раз каждый раз к новому, к новому адаптировались, адаптировались, адаптировались это физическая адаптация адаптация физического тела то есть, когда говорят про расширение сознания я посмотрю в одну точку и что-то там увижу вселенной и так далее ну глюк ты словишь если ты хочешь его словить ум тебе что угодно подбросит кстати, недавно увидела ролики сейчас появились люди на Ка фамилия мужика не помню блин, и он отодвайты про ум такое мозгокрутство загоняет и я когда отодвайты? да и я когда увидела это я понимаю, что там реально вот человек шизоид шизоид с психическим расстройством человек причем с таким глубоким с захватом сознания конкретным и он конкретно заражает людей вот херней и смотришь на это ну кому-то надо сами фильтруйте фамилия натраунила так адвайта так адвайта оно и есть именно захват сознания ну да мозгокрустом да там настолько очевидно просто и при этом меня удивляет это я один раз встретила комментарий когда написали так вы тоже адвайта ребята в каком месте с какой стороны смотрите вы вообще суть не ловили и ум и эго и все что связано с психикой инфодайвинге это почет с кисточкой это наша психика и чем сильнее вы тем сильнее у вас эго тем более развита программа ума поэтому надо получать образование надо развиваться во всех надо не бороться со своим умом не бороться со своей личностью не рассказывать какие-то мозгокрутные сказки и вот эти все мозгокрутства да это вот циклические ошибки это же ваше загрязнение искренность чистота и знание знание которое вы берете из внешней реальности изнутри себя и вы развиваетесь через зеркало то что из вас приходит отражается в зеркале и вы видите свой внутренний мир вы можете его корректировать добавлять пополнять и так далее но все знания внутри вас они отражаются просто снаружи все в вас абсолютно все любая попытка вынести бога или ум или мозг или еще что-то из себя ну это про членовредительство самому себе да но отрубите у себя палец как та девочка которая ну хочу нос большой хочу ух ты большой а что так можно было можно было просто надо было в себя развернуться и сходить в себя и вообще на свою жизнь и вообще на жизнь посмотреть именно с позиции себя без выноса вообще без выноса вот попробовать с позиции себя посмотреть и это будет увлекательное путешествие когда ты говоришь с позиции себя посмотреть большинство людей не понимают о чем-то так вот я и говорю что мы на языке говорим который да вот смотрите чтобы понятно было о чем Ирина говорит вот вы приходите в магазин хотите купить какой-то продукт и вы вот здесь почувствуете это ваш продукт не ваш он вам надо или не надо вы получите от него счастье или не получите потом вы хотите купить какое-то платье себе или там кофточку вам тогда и зеркало не надо вы просто вот вы смотрите и вот здесь чувствуете ваше это или не ваше. Кстати, мы же с тобой уже давно не ездили по магазину, я в последнее время с сестрами то с одной, то с другой каталась. Вот когда ты смотришь, вот видишь вещь, хлоп периферии заметил, моя, подходишь, и вот ты на нее смотришь, и здесь внимание, и ты знаешь, что неважно даже какой размер, если даже не висит, то тебе принесут твой. Но чаще всего твой размер и висит. И ты можешь даже не мерить, это твоя вещь. Ты вот ее хлоп, и ты ее потом не снимаешь, ты ее таскаешь. То есть это вот такие удачные покупки, потому что вот здесь она определилась. Потом точно так же вы можете отношения, что делать, вплоть до того, что идти ребенку в школу или не идти, казалось бы. Вот у нас бывает такое, что Ярослав говорит, не хочу в школу, и если вот с ним не поговоришь, то он заболеет потом, то есть на завтра у него начинается кашель. И мы уже это знаем, можно этого не допускать, можно просто поговорить и почувствовать, будет у него завтра кашель или нет. Может, имеет один день смысл задержать, погреть там и так далее. То есть вот эти моменты тонкие, ты чувствуешь, как тебе поступить через призму себя, через призму искреннего чувствования создания реальности. Да, да, да. Это как ты знаешь, как жизнью пользоваться. Вот это вот так. То есть как ею пользоваться, этой жизнью. Любым этим предметом ты знаешь, как пользоваться, но только ты знаешь. Вот, допустим, тебе там в этот, вот смотрите, в этот момент мне нужна ложка. Я ем суп, я беру ложку. Я не смотрю рекламу, что говорят, вилкой кушать или ножом. Да, я беру ложку, потому что я хочу. А большинство смотрят и берут то, что говорят в рекламе. И вот этот этикет, кстати, это такое. Нет, оно не то, что все, можно сейчас сказать, все отрицаем, да, так же, как и программы в школе. И едим руками и ногами. И да, да, нет, не об этом. Здесь вот именно включение чувств. Здоровый. Здоровый подход. То есть ты чувствуешь от себя, ты чувствуешь, точно так же, как программа в школе, да, да, там лабуда, там мусорка, мама не горюй. Но среди этой мусорки все равно ты можешь с благодарностью отнестись к этой мусорке, да. И при этом образование надо. Обязательно. Обязательно. Без этого никак. Но при этом направить внимание и свое, и ребенка в верном направлении благодаря школе. Так же, как и про этикет мы сейчас заговорили. Казалось бы, понимаешь, вот смотришь этикет, да, ну, чушь, которая, которую вот ты начинаешь пользоваться, ты просто дураком себя будешь чувствовать, да, но при этом ты имеешь право пользоваться, но при этом тоже благодаря этому у тебя есть какое-то чувство, уже есть понимание, уже есть какие-то и опыт какой-то, и ты можешь выбирать для себя, то есть уже ты не будешь там, ну, я не знаю, как руками есть, да, у тебя уже есть какой-то, есть опыт, есть знания какие-то, ну, то есть уже красота какая-то есть, уже какое-то развитие есть, Наверное, вот как-то, наверное, так сказать. То есть, а если убери этот этикет, ну, вот, допустим, племя Мумба-Ёмба, да, они там, ну, образно, я не знаю, что они там едят, руками, да, а принеси им, вот, внеси в это общество этикет, да. Они же не станут все жеманными, но при этом у них появится уже какое-то развитие. Это как бы крышка в банке снимается, то есть они видят, ой, что-то есть новое. Попробовать, попробовать. Вот это уже о росте, это уже о развитии. Становится понятно, что вилкой муравья есть неудобно. Да, да, да. Тогда, может, имеет смысл поохотиться и добыть кусочек мяса, да. Там даже на вилке и нет, там о палочках. Ну, короче, все это понятно. Да, да, все вот это и развивает, и расширяет. А с другой стороны, я, кстати, когда смотрю на вот эти жеманные ужимки, тоже ролики надовопадаются из тиктока, и понимаешь, что сразу субличность, сразу навешивание моделей, и это все сразу про заболевания. И можно увидеть королевский двор и посмотреть, сколько жили цари, короли и так далее, вместе с этими ужимками, жеманностями и так далее. Это все лупит по здоровью. Любое ограничение лупит по здоровью. Но при этом разумный подход в расширении, он не говорит, что ты можешь быть безграничной свиньей. Нет, это не про это. Свободной в своем проявлении. Видишь, какие перекосы. Вот ты скажи, свободная женщина. Ну, что, это про блядство сразу. Да, сразу. А кто сказал про блядство? Это про любовь на самом деле. Любовь – это свобода. И про силу. И про развитие. Да, свободная женщина. Поэтому вот эти вещи, настолько подмен в обществе, что просто иногда диву даешься. Но диву даешься и при этом ржешь. Ведь все эти подмены, на самом деле, они из стеба. Вот ровно так же, как поставить член посреди храма и ходить его натирать на счастье. Вот я как вспоминаю вот Индию, я все время ржу. Ну, а что на Пасху? Вот прикинь, какой стеб кулич с яйцами принести в этот кулич. А в Европе? Это стеб с стебом. А люди-то как серьезно к этому относятся. А в Европе есть какие-то, я не помню, в какой стране, есть какие-то дни, когда вафельки в виде членов или что-то там, или мороженое в виде членов делают. И все повальные очереди стоят просто огромные, как мавзолей за этими вафельками полежать. Такой, Степ, я вот когда на это смотришь, я просто балдею. Реально хожу и балдею. Это ж надо было. Это ж вот такие же вот люди сидели и стебались. Вот понимаешь? Я тоже думаю, вот если это моя прошлая инкарнация, то я точно посреди храма поставила мужской член. Только чтобы поражать. Но я бы еще и вагину добавил. В противовес. Ага, вагину можно поменять членов вагина. Следующая, короче, будет... Следующая будет с вагиной. У нас будет матриархат, матриархат. Ну, это такая идея классная, офигенная. Чаша бытия. А что еще делать, да? Когда так грустно, то надо же что-то веселое. Как это, как Австралия у меня, да? Что там? Мы, кстати, Антарктиду еще не потрашили. Давай в понедельник поразвлекаемся с Антарктидой. Что там уже будет, да? Ну, почему нет? Знаешь, эзотерический мир какая-то херня поднимает. Понимаешь, человеку главное уйти своим сознанием куда-нибудь, только не заниматься собой, когда он находится во внешней реальности. То есть его устроят и инопланетяне, и Антарктида, и грибы. Все, что хочешь. И этот член, стоящий посреди храма, устроит. Понимаешь, все устроит. Как он, Глингам. Только бы не своей жизнью, только бы уйти от счастья. И тогда, ой, счастья у меня нету, оно где-то далеко. Божий калитал. Где-то далеко, далеко, далеко. Идут. Что-то там, дожди. Сегодня я разговаривала с одной нашей девчонкой классной. И обсуждали тоже состояние. И я поделилась моментом, когда много лет назад, еще до Центра Человека, до проекта Центра Человека, у меня в жизни была кризисная ситуация, полностью обрыв всех связей, должностей и так далее. То есть я сошла с ума. Вот это как раз момент перехода к созданию Центра Человека. Я сошла с ума тогда, вот вальтанулась полностью и ушла в эзотерику, да, в поиски психических способностей человека. Так вот, в этот момент было очень тяжело. То есть финансово, опять-таки, вот эта ненужность социуму, ты прощаешься со всей старой, своей, ну, такой достаточно успешной и прибыльной жизнью. То есть у тебя такой, фух, обрыв, как будто гильотина по тебе прошла. И, конечно, был вот этот момент перехода очень сложный. Он морально был очень сложный. Тут поддержка была семьи, слава богу, и близких людей. Я, кстати, это писала в книжке «Инфодайнс над сознанием». Но в это время есть такая практика. Вот если вы столкнулись с такой ситуацией, когда кажется, что мир рухнул ваш, на самом деле это счастье, что он рухнул. Говорю это со всей ответственностью. И это возможность начать другую счастливую жизнь. Выбежать из колеса. Потому что пока вы бежите, как белка, в колесе, вы не можете с колесом проститься. А тут колесо развалилось нахрен. И у вас есть возможность не создавать колесо, а вкусить, что такое свобода и счастье. Не впасть в печальку, а понять, что ты на свободу вырвался. И для этого есть простая практика. Практика радости. Отслеживать состояние радости. Она есть в записи на Ютубе, вот на нашем канале. Если вы посмотрите в разделе практики, она описана прекрасно. Если нет, можете ее прочесть в книге «Управление восприятием». Она есть. Практика удержания состояния радости. И это по откликам делается. И если вы целенаправленно хотя бы месяц поотслеживаете в себе внутри вот это состояние, и внимание при этом будете концентрировать на возможностях, которые у вас открываются, исходя из этого состояния, у вас будет свой бизнес, у вас будут деньги, у вас будет свой интерес, у вас будет гармония. У вас откроется крышечка банки. У вас крышка банки откроется. Однозначно откроется. Просто эту практику надо делать непрерывно. Непрерывно. 24 часа в сутки. С ней ложиться, просыпаться. То есть наперекор всем своим мыслям, всем своим... Все, что бы ни говорили. Наперекор. Я это знаю, собственно, опыта. Других практик не было. Я еще тогда много чего не знала. И я знаю, что эта практика, она просто вот как удочка. Вот тебя как рыбку, ты сам себя, тот большой ты себя вытягиваешь, как рыбку из банки. Все. Ты сам себя словил и потянул через состояние радости и счастья. Да. И это выход. Это выход из любых состояний. Но человек, как правило, это обесценивает. Да, потому что очень просто. Да, очень просто. А при этом начинает делать и себе придумывает вот это просто, да, чтобы прикрыть свою лень. Прикрывает это тем, что, ай, она не работает. Ну, вот не работает. А потом так, ай, что я буду заниматься этим делом? У меня вот сколько проблем. И пошел в свои проблемы ровненько. Слушай, да, ну, он же говорит, куда он идет. Он же в свои проблемы идет. Точно так же, как меня иногда веселят комментарии под практикой зеркала. Казалось бы, там все подробно рассказано, только бери и делай. Люди пишут, где конкретика. Тут нет конкретики. И понимаешь, ребята, все, вот этих вот блокируем. Вы не туда попали. Вы фантики. Вас в мусорку. Потому что для тебя это не конкретика. Потому что ты себя в зеркале не видишь. Ты уже зеркало завесила, у тебя есть только кладбище. Другого у тебя нет. На этом жизнь закончена. То есть человек бриллиант, он его не видит. А вот какашки, они ему воняют, и он их видит. И он в них просто вот ковыряется. Кайфует. Да. Ну и в принципе на этом и основано на ковырянии и психологии, и психотерапии. Да. Нюхайте, друзья. Анализы. Кушайте, детки, с раками супа. Тут еще есть. Тут, тут, тут есть. Давайте посмотрим, из чего это состоит. Ох, тема, тема, да. Тема, тема. В состоянии сознания идем. В понедельник идем. Идем. Звук. В понедельник.